Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона» для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем 17 главу. В прежних главах Соломон описывает казни египетские, и говорит о том, как страдали египтяне, и о том, как Господь поддерживал евреев. И вот сегодня этот рассказ продолжается. Великие непостижимы суды твои, посему ненаученные души впали в заблуждение. Ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла. Думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками. Ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их в смущение, и являлись свирепые чудовища со страшными лицами. И никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии было светить этой мрачной ночи. Являлись им только сами собою горящие костры, полные ужаса. И они, страшась невидимого призрака, представляли себе видимое еще худшим. Речь идет о так называемой тьме египетской, одной из казней египетских, которые насылал Господь на египтян, когда они не хотели отпускать народ Божий. Мы видим здесь некоторую информацию, которая не содержится, собственно, в книге «Исход», и явно существовала в устном предании, которое потом и записал Соломон или автор этой книги, который называет себя Соломоном. Здесь традиция говорит одно, ученые говорят другое сегодня. В данном случае это неважно. Мы доверяем церкви и читаем эту книгу, как книгу Соломона. Вот велики непостижимы суды твои, Господи. То есть мы не можем познать, почему ты именно так судил. И ненаученные души впали в заблуждение. То есть, с одной стороны, они не были научены, потому что в свое время, как мы знаем, язычники отпали от истины. Множество таких фраз и таких выражений есть в Ветхом Завете, когда говорится, что язычники ходили по закону злого своего сердца, отрекались, отказывались от жизни с Богом. И вот они впали в заблуждение. Беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, стали узниками тьмы и пленниками долгой ночи. Затворившись в домах, скрывались от вечного промысла. И промысла здесь с большой буквы. То есть речь идет о том, что сам Господь вот в этой казни являл свою волю. Промысл не столько о конкретных этих людях, потому что они были свободны, как поступить. Промысл о людях, которые отказываются от Бога и попадают в заблуждение. Вот потом, оказывается, от этого промысла не скрыться. Думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками. То есть понятно, что им было очень трудно. И они всячески пытались спрятаться от этой тьмы. Но, как говорится в книге Исход, эта тьма, она была даже осязаемой в известной степени. И самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха. И как это обычно бывает, человек боящийся, как даже есть русская пословица, у страха глаза велики. Человек боящийся, он начинает придумывать себе всякие ужасы и боится еще больше. Никакая тьма не могла озарить этой самой тьмы. Им являлись разного рода ужасные представления. И даже то, что они могли видеть, они представляли себе еще более худшим, чем это было на самом деле. Далее автор пишет. «Пали обольщение волшебного искусства, и хвостовство мудростью подверглось посмеянию. Ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи, сами страдали позорной боязливостью». Мы помним, что первоначально египетские мудрецы говорили, что они способны делать то же самое, в общем, способны защитить свой народ. Но постепенно стало понятно от казни к казни, что они не были способны это сделать. «И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать. Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы». Здесь автор подчеркивает, что никакие подлинные устрашения, явные такие, настоящие, их не тревожили, они сами были преследуемы собственными страхами. И вот здесь, пожалуй, одно из редчайших появлений слова «совесть» в Ветхом Завете. Автор говорит, «Осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо». То есть, когда не кто-то, да, нечестивого человека пугает, а он сам понимает, что он нечестив, и вот это свидетельство вдруг приводит его в такую внутреннюю боязнь, робость, потому что он осуждается совестью, понимая, что неправильно поступил, и как сердце его не на месте оказывается. Он все время переживает, все время в некоторой такой внутренней панике. «И преследуемое совестью всегда придумывает ужасы». То есть, такой человек, он придумывает себе еще большие и большие кары, поводы для переживаний, и в итоге вот мучимый совестью поедается этим страхом. Ну, собственно, дальше он и пишет, автор, «Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка». То есть, человек теряет рассудок, рассудок перестает ему быть помощником, опорой, сегодня, тем более, человек ориентирован на разум, на рассудок, он все пытается проверить какими-то доказательствами, все пытается обосновать, что не обосновывается, научной методологией он отвергает, и, в общем, ведет себя достаточно самоуверенно здесь. И вдруг мы видим, скажем, была недавно эпидемия, пандемия или какие-то еще вещи происходят, и человек понимает, что вот эта его способность доказывать, что бы то ни было, полагаться на свой разум, довольно быстро пропадает, отключается. Человек, который только что, казалось бы, вел себя вполне адекватно, на фоне общих таких переживаний, на фоне общих страхов, просто теряет голову и ведет себя совершенно рабски подчиняясь подобным страхам, ведет себя совершенно неадекватным. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящие мучения. Очень интересная фраза. О чем идет речь? На кого надежды? Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящие мучения. То есть, конечно же, речь о надежде на Бога. Когда человек надеется на Бога, причины того или иного процесса в мире представляются для него очевидными. Если это не сам Господь, то, по крайней мере, это его некоторое благое попущение, которое мы сейчас можем не до конца осознавать, не понимать его причины, но так или иначе мы понимаем, что речь идет о Боге, что Он не исчез, не уснул, не как-то отстранился, что Он всегда присутствует, всегда рядом. И здесь, чем меньше надежды внутри, тем больше человек теряется в догадках, что же происходит, и поэтому это еще больше его мучает. И они в эту истину, невыносимую из глубин неистерпимого ада, исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожены страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в темницу без оков. Это страх, оцепенение такое, что они даже и не двигались, хотя никто их не исковывал. Был ли то земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне, всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы, свищущий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих, свирепейших зверей, или отдающиеся из горных углублений эхо, все это, ужасая их, повергало в расслабление. То есть, страх привел к тому, что они потеряли силы, можно даже сказать, силы жить, да, ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, «А над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевший некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы». Потрясающее, конечно, по своей глубине высказывание, потому что нам показаны, да, дана такая иллюстрация, показаны такие внешние мучения, что, казалось бы, просто хуже не бывает, когда люди страх на страх и все нарастает, все ужаснее и ужаснее становится, то, что происходит, и люди просто цепенеют от ужаса, и, казалось бы, ну вот, самые плохие обстоятельства уже наступили, да, но Соломон говорит, но сами для себя они были тягостнее тьмы, потому что дело было не столько в тьме, хотя она чудесным образом существовала, эта тьма, эта тьма была осязаемой, как говорит книга Исхода, то есть эта тьма была особого рода, эта тьма была Богом наслана на них, так что и у иудеев был свет в домах, они могли работать, светильники горели, и вообще весь мир занимался своими делами, как говорит Соломон, у всех остальных был день, да, а здесь была долгая-долгая ночь, но это в первую очередь ночь души, потому что, как мы видим, они были тягостнее для себя, чем эта самая тьма, то есть их внутренний мир, вот их внутренние переживания были связаны не столько с тьмой, судя по всему, просто общий настрой какой-то их жизни, общее их духовное состояние было настолько тяжелым, что тьма была лишь последствием, или может быть, таким отражением их внутреннего состояния, и кстати, это, в общем, имеет отношение не к нашей жизни, потому что бывают ситуации, в которых нам кажется, что хуже просто не придумаешь, так все складывается, что очень плохо в жизни, все, и там, и там, и там, везде какие-то проблемы, и как будто такая темнота при свете, да, такой вот тупик, но если мы честно посмотрим собственную душу, если в ней все хорошо, если в ней мы стараемся навести порядок, то никогда мир, насколько бы он не был темен вокруг, не будет темен абсолютно, никогда мы не потеряем надежду, всегда все равно будет возможность как-то исправить свою жизнь, наполнить ее правильным смыслом и содержанием, но если мы внутри со своей душой не работаем, если мы не живем праведной жизнью, то тогда вокруг может светить свет, вокруг могут люди заниматься своими делами, а нам будет тягостно от самих себя, тягостнее, чем от любых внешних обстоятельств, и вот дай Бог, чтобы в первую очередь обращая внимание не на внешнее, а на внутреннее, мы приводили себя в такое состояние, в котором наши внутренние ресурсы и та благодать, которую нам дает Господь, помогали бы преодолевать любые внешние испытания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok